приветствую всех уважаемые подписчики канала паяльник тв сегодняшнее видео пойдет разговор о ремонте модуля силового популярных бойлеров ariston и так типовая типовая неисправность модуля выход из строя блока питания построенного на микросхеме лнк 305 pn вот она здесь наглядно видно какие снесло кукушку вот ну предпосылкой к этому является выход из строя сетевых им костей 2 и 2 микрофарада на 400 вольт начинается все с увеличения ESR и заканчивается обрывом одной или обеих им костей вследствие чего происходит выход из строя непосредственно шим стабилизатора далее значит обязательно нужно обратить внимание на на исправность конденсаторов по 5 вольтам вот основного конденсатора основного питания плюс 12 вольт и конденсатора питания непосредственно самого вашим контроллера это мы все проверим и далее последнее время стало стали встречаться такие дефекты как пробой одного из диодов до непонятно здесь конкретно какого вот дело в том что методом амельянин когда токовым этот дефект не обнаруживается к сожалению и приходится заменять все четыре диоды ну первым делом перед восстановлением да нам нужно проверить а работоспособна ли цифровая часть вот микропроцесса работает ли он поскольку если микросхема вышла из строя дальше разбираться с платой смысла никакого нет для этого у нас имеется заведомо исправная панель управления в простонародье морда подключаем запитаем это все дело от лабораторного источника я пользуюсь китайским блоком питания ps1502 для таких случаев анод диода d2 минус анод диода d4 это плюс это плюс соответственно морду развернем подключаем минус сюда плюс сюда в отсутствие датчиков морда выдаст нам ошибочку вот мерцанием всех светодиодов для этого так ток не ограничен 12 вольт подали потребление примерно 30 миллиампер вот и увидим цифровая часть исправно процесс исправить можно приступать к ремонту источника питания выключаем это все в сторону теперь теперь предварительно демонтируем неисправные элементы здесь значит что нас проверим обрывной резистор обрывной резистор проверим так живой живой и дроссель между емкостями живой значит их мы оставляем в покое будем менять емкости диоды шинку проверим конденсаторы емкости видно вздутые плата вот это вот довольно теплоемкая отверстия очень маленькие демонтировать ну достаточно некомфортно поэтому я для удобства сначала удаляю лишние выводы для удобства своей работы вот 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 еще вот это самое место печально так дальше что вот выводы удаляем ну принципе все в принципе все наношу я плюс пользуюсь я китайским флюсом лаки 20 10 вот вполне нормально себя зарекомендовал все это дело так ну пока хватит но для того чтобы аккуратно это все выпаять не повредить плату я пользуюсь сплавом розе вообще постараюсь разбавлять везде только можно как сказал отец своему сыну д'артаньяну делитесь и только можно и нельзя вот и я также пользуюсь этим сплавом вот и мне это дело очень помогает паяльник у меня стоит для демонтажа на 400 вот пропаиваю аккуратненько выводы вот дело в том что потом потом при удалении остатков припоя будет очень удобно это сделать но я допустим это делаю улагоотсосом остаются чистенькие отверстия конечно кто-то может этот будет делать зубочисткой чем-то какие-то еще методики ну я вот так вот с шимкой придется конечно тут повозиться здесь полигончик у неё вот сначала сейчас прогреем немножечко тяжело идет вот чтобы припой до проник в отверстие немножечко желательно выводы покачать да ну не до фодантизма ибо так можно их и отломать здесь вот легко и здесь два легко уже будут легко легко чик 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 легко легко так ну теперь можно начать ах ты собачья печенка горячо так можно начать демонтаж придерживаем греем раз я уверяю вас что если бы мы не пропаяли то было бы демонтировать гораздо сложнее плата на исключение теплоемкая вот ну а выше 400 можно конечно давать температуру но я не вижу смысла можно и дорожки вытащить все вместе с переходными пистонами да вот конденсаторы не забываем тоже немножечко пропаиваем плата тепленькая так пропаиваем прогреваем ну выводы немножечко шатаем его и вот он уже раз уже начинает поскрипывать и болтаться все то есть аккуратненько шатаем конденсатор розе проникает насквозь разбавляет припой и вот уже конденсаторы мы демонтировали теперь остается самое интересное для удаления шимки я использую лопатку загоняю сначала прогреваю одну сторону аккуратно вот и все есть тут главное не переусердствовать в противном случае можно что-нибудь вырвать вот ну я клятвенно вас заверяю что вот такой демонтаж происходит гораздо в щадящем режиме для платы я уж повидал изуродованные платки вот значит что конденсаторы мы демонтировали демонтировали сейчас я возьму свой флющик почистим один вывод остался мы сейчас его убираем отсюда вот теперь при помощи голова экстрактора кому не нравится слово отсос прогреваем вывод отверстие и как вы видите оно очищено прекрасно все благодаря нашему сплаву ну теперь можно удалить последний диод подпаять нам ничего не мешает вторая сторона покачиваем все теперь нам нужно протереть отмыть нашу плату для этого я использую бумагу вот такой вот и изопропиловый спирт туалетная бумага изопропиловый спирт вот так вот удаляем флюс очищаем платку очищаем платку соответственно все также проделываем с другой стороны здесь мы еще диодик один не убрали Так, ну вроде чистенькая, ну вроде как бы чистенькая. Вот это что, это грязь. Далее, проверяем с вами конденсаторы. Проверяем. Здесь стоит 35 на 10, точнее 10 на 35. Смотрим. 10 по таблице 10 на 35, где-то 2,2. Ну здесь нормально. Основная банка 35 на 220. Нормально. Ну этот 10 на 35 такой же. Тут чуть поболее, ну не смертельно. Электролиты в порядке. Убираем прибор. Вот, все чистенько, все ровненько. Плюс обязательно надо удалять. Достаем запасные части. К модулей этих множество приходят. И на них уже вот ремкомплект собран. Так, берем баночки сетевые. Две штучки. Что-то я все высыпал. Берем, значит, два диода сетевых. Берем один вот такой. Кстати, пришлось тут подбирать аналог. Вот, что здесь стояло, я не помню. Иер 106. Да, у нас в магазине их таких не нашлось. Вот. Были они заменены. Один вот СМДшечный. Так, шимочка вот она. Приступаем к монтажу. Так, устанавливаем электролиты, соблюдая полярность. Соблюдая полярность. Минусы внутрь, плюс наружу. Я чуть-чуть отгибаю выводы. Вот. Теперь сюда устанавливаем выпрямительные диоды. Так. Два. Соблюдаем правильность установки. Черта белая это катод. На плате это все указано. Установили. Здесь можно его немножечко вот так вот прижать аккуратненько. Так. Установили. Это пока все. Так. Здесь припоят прям чуть-чуть. И баллон проходит на ту сторону. И собирается в огромные капли. Будет некрасиво. Клиенты пугаются. Вот здесь вот получше пропаиваем. Такое место. Полигон земляной. Тяжело разогреть. Удаляем лишнее. Удаляем лишнее. Теперь демонтируем смд диод. Д6. Так. Вот так. И вот так. До свидания. Замазал я отверстие диода. Четвертого. Это раз, два, три, четыре. Ац. Чистенько. Вот. Не знаю как кто. Площадки под смд я защищаю оплеткой. Для того чтобы удобнее было паять. Вот аккуратненько все получается. Устанавливаем сюда для начала смд диод. Впаиваем смд диод. Вот оно. Для монтажа смд у меня есть вот такой вот искривленый пинцет. Мне очень удобно. Немножечко флюса сюда наносим. Капельку припоя. И запаиваем аккуратно с одной стороны. Есть. И аккуратно запаиваем с другой. Раз, два, три. Диод установлен. Диод установлен. Теперь мы можем установить шимку впаять сюда. Завидомо исправную. Вот. Немножечко отгибаем выводы. Для того чтобы зафиксировать. Запаиваем аккуратно. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Шимка запаяна. Все аккуратненько. Последний диод устанавливаем. Но не в последнюю очередь. Согласно обозначению на плате. Устанавливаем. Запаиваем его. Удаляем выводы. Обязательно удаляем флис. Для этого щуточка. Имеется. Изопропанол. Удаляем лишнее. Это делается для двух вещей. Во-первых. Для трех. Во-первых. Самому приятно. Во-вторых. Нигде ничего у вас не коротнет. Принос. Ну и. В-третьих. Если эта плата попадет к другому мастеру. В конце концов. Через какое-то время. Вас не будут матюкать. Вот. А вы собственно не будете екать. Вменьшее. Вменьшее. Достаточно чистенькое. Ну. Теперь нам осталось это дело проверить. Проверяем. 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 кто-то сразу выключает, были случаи когда лампа спасала, вот лампу мы в конкретном случае здесь вместо обрывного резистора я ее включаю, зато душа будет спокойна что потом все будет в целости так, лампа есть, есть у меня провод который я вкручиваю да, ну и морду прицепим включаем кратковременно через лампу, да даже если что-то не так с мордой ничего не произойдет, ну как вы видите источник заработал, лампа даже не вспыхнула, емкости маленькие, платка сигнализирует об отсутствии датчиков выключаем разряда емкостей бояться не стоит поскольку источник работает и емкость разрядится а вот если бы источник не работал, сетевая баночка бы не разрядилась уверяю, что едва-едва микрофарада доставили бы вам массу неизгладимых впечатлений так, это на место сейчас мы тут исправим обрывной на место бывает разлетается и резистор с дросселем и все подряд но в этот раз мы сэкономили ремонт модуля окончен спасибо вам за внимание подписывайтесь на канал Паяльник ТВ всего вам хорошего до новых встреч